Добрый вечер всем! У нас сегодня 22 апреля 2024 года. Знаете, у нас уже так поздно, 11 часов 20 минут. Ну, мы вот только сейчас с Жанлюком всё тут прибрали. Ну, вернее, я всё убрала. Жанлюк вот мне помогал. Помогал немножечко тоже всё как бы привести в порядок более-менее. Чуть-чуть даже отдохнуть успели, ну, немножечко после ухода гостей. Вот уже я его накормила ужином. Сама, как вы знаете, я на интервальном голодании, я не кушаю по вечерам. Вот. Поэтому вот что-то так у нас сегодня сместилось, естественно. И хочется немножечко рассказать вам, как у нас прошёл сегодняшний день, понедельник, день тяжёлый, чем мы занимались. Ну, и, в общем-то, у нас была встреча гостей. Вот приезжала моя подруга со своим мужем, моя русскоязычная подруга и её французский муж. Ну, и, в общем-то, мы хорошо провели время. У нас была такая, ну, дружеский обед. Я уже как бы вам об этом рассказывала. Рассидели целый день за столом. У нас, знаете, так где-то в 12 часов мы начали наш вот этот вот аперитив. И закончили уже где-то, разошлись к 8 часам. Вот смотрю на часы, чтобы, потому что так вот ориентируясь примерно, когда они начали собираться. Где-то к 8 часам они уже уехали. Ну, мы, как я уже сказала, пока тут я прибрала всё, пока тут у меня жалью, пошёл с соседями поговорил, пока немножко что-то тут. Кстати, он мне помогал сегодня, пришёл пораньше из клиники и пропылесосил. Всё кругом говорит, всё хорошо, всё хорошо я сделал. Я говорю, всё нормально, всё хорошо. Ну, вот так как-то, то есть вот так у нас вот и прошёл наш день. Конечно, говорили много, всегда приятно говорить на своём родном языке. Ну, правда, тут переговаривались и по-французски, потому что муж у неё не говорит на русском языке. Но понимают уже практически много, они, он, во всяком случае, понимает. Даже Жанюк уже стал понимать мой, наш язык, как говорится. Вот. Ну, что хочу вам рассказать. Знаете, вот какой-то уже вывод, и что сделала, как бы, ну, вот, наблюдая за моими друзьями. И знаю, я уже их давно, достаточно давно, да, мы знакомы. Ну, лет восемь-то уж точно, наверное, мы знакомы. Так время, кстати, быстро бежит. Ну, что-то с ней стали разговаривать. Я говорю, сколько вы вместе живёте-то уже? Она говорит, да вот десять лет отметили. Я говорю, боже, как это быстро. Действительно, очень-очень быстро. Ну, я уже говорила моей подруге приблизительно где-то 72 года. Её мужу, ну, он на четыре года помладше её. Ну, вот, считайте, 68, да, получается. Ну, примерно так. А вот. Живут они достаточно, ну, мне кажется, спокойно, хорошо, так в своём возрасте, как говорится. А вот. Получается, что моя подруга вышла замуж в 62 года. Вот, представляете, уехала из России, ну, будучи уже на пенсии, переехала во Францию. Ну, в общем-то, язык учила с ноля, потому что где-то всегда она музыкант по образованию. И, в общем-то, учила в школе, в университете, ну, в консерватории. Она учила немецкий язык, то есть совершенно к французскому никакого отношения не имела. И, тем не менее, вот сейчас, вот в таком возрасте начала всё сначала. Ну, и выучила, ну, во всяком случае, общаться может, понимать может. Телевизор смотрит на французском языке. Вот. То есть, понимаете, нет ничего невозможного. Никаких абсолютно у неё тоже талантов к языкам нету. То есть, обыкновенный человек, ну, обычная женщина, самая обыкновенная. Вот. Но, тем не менее, общаются и, как я уже сказала, и к доктору ходят и прочее. И разговаривает на французском языке. Вот. Так, знаете, как бы вот понаблюдала за этой парой. Ну, как, знаете, в любой семье всякое бывает тоже. Ну, где-то что-то вот не так, но бывает. Ну, не скажу, что они ссорятся и ругаются, но тоже какие-то свои такие, знаете, не то, что... Они более спокойная такая пара уже. Ну, видимо, в связи с возрастом, может, с характером. Потому что она человек такой очень уроновешенный и спокойный. Он, так как у него наполовину итальянская кровь у нём, хотя он француз, конечно, всё, но у него наполовину всё равно есть итальянские корни. И он немножечко такой весь энергичный. Вот такой же, как Жанлю. Очень энергичный человек. Я уже рассказывала о них. Он ресторатор тоже много раз об этом говорила. Ну, и, в общем-то, бывший, сейчас он уже на пенсии тоже, у них свой дом. На берегу моря большой, кстати, очень дом. Ну, вот так как-то, вот, знаете, вот такая жизнь. Так вот, что я хотела сказать. Вот этой зимой она получила, ну, достаточно серьёзное заболевание сердца. Так случилось, так получилось. Он, конечно, приложил все усилия, чтобы её спасти. То есть, очень всё оперативно, была вызвана скорая помощь, всё было оказано достаточно быстро и хорошо. Ну, конечно, поболела зиму она, ну, восстанавливалось, было такое длительное восстановление. Ну, инфаркт был обширный сердцем. И, тем не менее, всё вот её, как говорится, спасли. Всё, слава Богу. И, знаете, очень важно, вот сегодня с ней разговаривали, всё-таки очень важна забота. Он такой заботливый человек, он её и кормит вот какими-то определёнными. Ну, как кормит он её, готовит для неё специальные блюда. То есть, она говорит, у меня хорошее питание, отличнейшее. Ухаживает за ней. Ну, в каком плане она всё сама может делать. Она ходит, всё, всё нормально, как говорится. У ней с каждым днём, вот даже доктору, была последняя, так бы, как это сказать, экзамен, обследование. И даже доктора удивляются, что она, в общем-то, постучу по дереву, очень быстро восстанавливается. Вот, что очень хорошо и очень быстро. Ну, то есть, живёт в положительных эмоциях. Он её не заставляет ничего делать. Они прогулки какие-то совершают, ну, неспешно. Ну, какие-то упражнения дома она делает, потому что то, что доктор ей рекомендовал, ну, заниматься какими-то физическими такими небольшими упражнениями для сердца. Кардио. Дальше, что она? Ну, в общем, короче говоря, занимается только, ну, что-то читает, слушает тоже, что-то смотрит в интернете. То есть, вот, у неё такой, общается с, ну, со своими, допустим, друзьями, где-то общается, ну, по интернету, потому что, в силу того, что многие её подруги находятся не здесь. Ну, кто-то у неё и в Канаде живёт, кто-то ещё где-то, то есть, ну, в разных странах мира, как говорится. Вот. Ну, и живёт вот так вот себе спокойненько. Вот иногда время-тремень они вот так выезжают куда-то, в гости их приглашают и прочее. Сами к себе в гости зовут. Ну, нечасто, потому что сейчас уже, ну, был такой период, что ей было трудно кого-то приглашать. И вот мы долгое время тоже не встречались. И сейчас вот всё лучше, лучше. Ну, в общем-то, сейчас уже планируем, что мы к ним поедем. Они сказали, что, ну, нужно будет в следующий раз встретиться у них. Вот. Короче говоря, вот, что хочу сказать. Нет ничего невозможного. Всё в этой жизни можно. И можно в любом возрасте найти, ну, своё счастье, найти свою любовь, так скажем. Ну, то есть, встретить какую-то более-менее, ну, как скажем, устроить свою жизнь. Вот. Живут они, ну, как сказать, средняя такая жизнь у них. Не скажу, что они какие-то, ну, богачи и миллионеры, и что они какие-то очень бедные люди. Живут достаточно, ну, вот, нормально, стабильно у них. Как я уже сказала, и свой дом имеется, и свой маленький огород, где он там шёл, осадит. А тоже высаживает какие-то овощи, фрукты. Вот. Лимонов, кстати, нам принесли целый пакет из своего сада. У них в саду растут лимоны. Ну, в общем, вот так вот живут. Вот, как я уже тоже рассказывала, у неё и кошка своя есть, которую она ещё... Из России, то есть это её ещё кошка с России. Было две, кстати, этих российских кошек. Одна, к сожалению, ну, умерла. Вот. То есть её муж, он и кошки лекарства какие-то выдаёт, ну, то есть покупают, они ходят. Причём это очень дорого, им кошка обходится. И вот за моей подругой-то он ухаживает. Ну, в плане того, что вот бережёт её, правильнее сказать. Он её бережёт. Я вот сегодня тоже с ней разговаривала, говорю, ну, ты знаешь, ну, вот что бы ты делала там одна у себя. Ну, допустим, в России, она из России. Ну, недалеко от... Её регион недалеко от моего. Ну, скажем так, на Урале тоже женщина жила, только более южнее. И что бы она там делала? Я говорю, смотри, здесь всё-таки он у тебя, и климат хороший, и он за тобой ухаживает. И, в общем-то, говорю, ты уже без него не можешь, как говорится. И он без тебя тоже притирались, были какие-то притирки. Ну, в каком плане? Они не ругались, но вот друг другу тоже нужно было притереться, потому что в таком возрасте всегда, конечно же, ну, какие-то бывают, знаете, несостыковки, потому что привычки и прочее. Но, тем не менее, это всё как-то у них вот уже за 10 лет. Вот сегодня я тоже об этом, обо всём и говорили с ней. За 10 лет они притёрлись, за 10 лет они как-то, ну, в общем-то, уже знают привычки друг друга. То есть её всё устраивает, в принципе, жизнь, ту, которую она ведёт. Ну, ей хорошо, она как бы, ну, может быть, в силу уже того, что, ну, человек уже не молодой-молодой, молодая девушка, как говорится, много чего уже, знаете, двигаться куда-то, бегать ей уже, ну, не хочется. То есть, ну, такая у ней домашняя жизнь, прогуляться там по берегу океана, потому что живут недалеко, потом вернутся, там, ну, какие-то поездки у них. Раньше по молодости, ну, помоложе были, они вообще делали путешествия какие-то и прочее. Сейчас вот последнее вот какое-то время, кстати, в Россию ездили на несколько месяцев отдохнуть, допустим, потому что они тоже там есть что-то, ну, какое-то жильё и прочее, где можно пожить. Вот. И туда ездили, и когда было такое время, что можно было, ну, легко уехать и легко приехать. То есть, двигались, короче говоря. И вот сейчас, ну, особенно вот сейчас, потому что заболела-то она, приболела. И, конечно же, ну, поменьше стали вот двигаться. В основном, вот она говорит, погуляем там, ну, что-то пройдёмся, подышим воздухом и обратно, ну, домой, потому что ей ещё не разрешено куда-то такие длительные прогулки делать. Но, тем не менее, я вот тоже сегодня посмотрела на неё. Ну, и она выглядит так, как она выглядела, ну, до болезни. То есть, радует то, что и щёчки розовые, в общем-то. Она очень такая, ну, не устала, ничего, вот мы тут сидели целый день, и я уже думаю, может, она прилечь хочет. Она говорит, и нет, пока ничего не хочу, не хочу лежать. А вот, ну, домой, видимо, приедется, но будет, ну, отдыхать, потому что всё равно, знаете, энергии много тратится вот этими вот разговорами. Ну, вот так, вроде, я вам рассказала о том, как у нас прошёл сегодня день. Не буду много тоже долго вам рассказывать. Единственное, хотелось, почему это сказать, как говорится, резюме, что, вот, тут, знаете, как-то, ну, вчера или позавчера я вам говорила о том, что, ну, нужно как-то бы, ну, можно устраивать свою жизнь в любом возрасте. И вот вам ещё один пример к тому, что, ну, вот, смотрите, в 62 года можно поменять свою жизнь. Ну, она, в принципе, ни о чём не жалеет. Я задавала ей эти вопросы. Вот, ни о чём абсолютно не жалеет, ну, ничего говорить. То есть, трудностей каких-то особых она тоже не испытывала. Ну, видимо, такой человек хороший, муж такой, у неё как бы надёжный товарищ получился. Ну, да, нашёлся. Вот. Что ж я вам хотела ещё сказать? А, да, удивил меня сегодня, знаете, кто мой, моя собачка Райка. Нас обоих удивил. Сначала играл тут, потом полежал тут у нас. Ну, в общем, всё как обычно. Тут с нами покрутился, порадовался, что тут все пришли, к нам гости пришли. Посидел тут, посмотрел, полазил. Ну, а потом вдруг у нас вечером, к вечеру уже, ну, где-то в часов, в 4 часов с 5 началось, он стал у нас проситься на улицу, так как у нас два выхода на улицу, один с этой стороны, другой с другой стороны. И он вот начал то туда, значит, попроситься, потом здесь попроситься, а потом это спротив сходил, всё погулял, думаю, ну, что может, собака гулять хочет. А потом началось, вы знаете, я его, открываю ему двери, он не выходит. Начинает открывать её лапой, ну, как это сказать, вот эту ручку двери, он открывает её, берёт лапами и открывает. С одной стороны открывает, с другой выходит, открывает. И вот это всё. У меня уже потом наши друзья тут говорят, что-то он лапами открывает двери, говорит, всё куда-то выйти хочет. Каждую минуту, каждую минуту. Мы ничего понять не можем, открываем дверь, он туда не выходит, стоит, смотрит, значит, ко мне подойдёт, к моим гостям подойдёт, потом к Жанлюку подойдёт. И вот это всё вертится и вертится. И, короче говоря, вот последние несколько часов не давало нам спокойно поговорить. Вот, как, знаете, у меня такое было чувство, что это ребёнок, который мне всё время что-то вот просит у меня, ну, всё время что-то хочет. И вы знаете, мы поняли только потом, когда друзья уже собрались, ушли. Вот он проводили, мы закрыли дверь, он вернулся в дом и улёгся спать. И мы догадались, что ему нужно было, чтобы они ушли, потому что он устал, и ему нужно, ну, спать. Вот ему, чтобы мы не разговаривали, чтобы он тут в тишине, как всегда, вот у нас такая тишина была. Ему не нравятся наши разговоры. Вот очень он, оказывается, не любит. Я её замечала раньше, когда я начинаю по телефону разговаривать. Вот это тоже он не любит. То есть всё внимание должно быть на него или на Жанлюка. Вот у нас вот как бы трое нас, три человека должно быть. Три человека, два человека и одна собака. И, короче говоря, больше никого он сердится. Ему всё это не нравится. Вот представляете, вот такое. Ну, мне Жанлюк говорит, я первый раз такую собаку вижу, которая вот как ребёнок нас, нам не даёт ни поговорить, ни посидеть. Вот ему всё время нужно, чтобы его трогали, гладили. В общем, это, знаете, ну, то ли мы сами его так избаловали, то ли что-то-то с ним не то. Вот, потому что открывает дверь, и, знаете, лапами открывает, туда ему надо, чтобы они вот ушли, их туда тыкает, чтобы, ну, носом тычет им, к ним подходит, к нам подходит. То есть, видимо, хотелось, чтобы мы сказали, что им пора уходить. В общем, вот такие вот дела. Ну, ладно, на этом заканчиваю своё видео. Всем вам доброй ночи. Ну, и доброе утро тем, кто будет смотреть меня утром за чашечкой чая или кофе. Всех вас люблю, целую, обнимаю. Счастья, как говорится, вам и здоровья. Пока-пока и до завтра.